так ну что же здрасьте всем 22 суворовская продолжаем всех с наступающим а может быть уже снова угодно кто его знает когда эта серия выйдет может она выйдет как раз мне 31 кто его знает не знаю чё там такой чё за пить свою холопскую шапку надел на будет на следующий год какую-то другую зекут с подсветочка еще не знаю так чё у нас происходит это у нас стоит на месте это у нас тоже на месте кстати я удалил этот мод на прогрев двигателя фигня полная не знаю что ты не зашел мне в конечном итоге так это тоже на месте стоит и еще кстати да как раз таки вспомню глядя на тот так это у нас надо выгружать да да выгрузим тогда ага ну значит начнем с выгрузки так делалось телескоп телескоп вот это поле я засажу в этот год получается по этой ноутиловской технологии я не вижу я буду постоянно использовать но вот так вот так значит получается нам нужно чего сразу нам нужно арендовать сразу сеялку по-моему сажал как блата или нет такая вот какая-то навесная раскладная вот но она по-моему да она скорее всего не пойдет хотя сошники у нее на это прям напоминают точнее намекают просто вот этот вариант был бы самое то но я наверно возьму из до сишки премиум и вот этот хотел взять стоит конечно дорого для 150 ки самый раз а сколько тут шланга то в принципе наверно хватит выходов хотя посмотрим можно было конечно эту взять внутри метра это четко то маловато 6 вот еще более-менее а это по-моему тут сошники тоже похоже ну хрен его знает ну ладно сначала разберемся с этим все спокойно сверло большие че делать не надо почему я удалил во-первых у камаза температура таки не падала сколько ты там не стали хоть на сутки хоть на двое то есть ты прогрел все температура больше не падать ну это как-то странно ну и сама вот эта вот механика все вот это вот че-то не туда поехал так мы сейчас едем на коровник заказал еще кстати приемник bluetooth 28 мало числа придет посмотрим как он себя будет вести потому что у меня вот наушники есть бенчу бы что никаких правдов глав чтобы никаких задержек не было все такого а то иначе ну хотя с одной стороны все равно ну конечно еще пришла такая идея что это напряжение потому что у нас напряжение выходные двести десять двести девять по недельник все двести тридцать шесть двести сорок стабильно будет не где-то так вот двести двадцать пять двести двадцать один вот так вот примерно вот отсюда поедем вчера смотрел еще идти стабилизаторы при секрет капец такие дорогие рессандовские все дорогие там есть какой-то блин не помню название но у него два выхода на тысячу получается с двумя экранчиками кстати еще опять спамеры всякие названию заколебали бы хоть симку выключай хоть вот до тинькове классно стоит опять не туда поехал этот секретарь то их не как-то там олег что-ли его зову можно вообще настроить так чтобы он всегда отвечал за место тебя на вот потом посмотреть а мы я могу прям при вас сейчас посмотреть кто это звонил есть же такое приложение называется get контакт там слава богу сделать теперь что не нужно его постоянно по умолчанию ставить чтобы посмотреть кто это блин звонил тебе блин так какая-то нато еще девятьсот тридцать семь мне это ни о чем говорит кудок один и все до свидания нато так вот здесь мы будем хранить тюки как-то громко будет так по звук все нормально нормально вот мне очень не нравится то что вот эти вот ремни делают вот так вот пить и было 400 ты крепишь батстоки вами я не знаю мне прям не нравится методов фигня я даже старался без ремней довести но у них физика начинает так сказать немножко шалить то ли то что сверху тяжелые ту или то что борта может задевает так из коллизии и песка здесь из из рельсы что ли сделано считай на века так конечно в идеально будет потом просто например взять вот это здание и потом здесь поставить уже ангар получается с этой ну со скриптом которые идут типа вот такого сейчас покажу он что он где-то здесь был да попробую сейчас найди он тем более вроде так хорошо подойдет вот вроде он да ну да такой же только получается со скриптом 1 2 и сделать так чтобы триггеры были по краям вообще зашибись а так можно их прям друг дружки поставить только развернуть так чтобы по краям были триггеры но это наверно уже на следующий год или когда я уже пойму что фпс начинает мозги парить так пока так будем оставлять в реальности вроде так же их складывать хотя тут есть хранилище под такую солома там получается сено и солома можно хранить я наверно там буду солому хранить а для этого мне нужен получается наверное и подожди оси усники получается мне сейчас не умеет до скрипта это нет есть скрипт у меня сама а у меня же кирки все проблем нет у меня даже он этот остался от как его уэса блин это я не а это не то кстати вот буквально сейчас скачал этот они это в силосниках у него получается рождественская такая раз это подсветочка такая прикольник ну просто оставил даже в незаметности от праздников смотрится круто блин плюс еще вот буквально сегодня скачал тут какая-то другая версия ну-ка а экспортная что ли получается широкие гусеницы или ее можно разукрасить так что она будет похоже на рисуем но это уже потом чё там посочетаем что-то какой-то измельчитель добавить а тоже жаски вам какие получается можно будет разукрасить ну а мне вышку оставим хоть она теперь до хрена весит вчера еще хоть и зэху скачал не помню названиях это зашка это но я уже на многие видели короче лок весь в ошибках скорость не набирает толком посмотрел чё двигатель двигатель выдает 20 или 23 то ли 27 лошадей я такой подвеска передняя не работает кабину то есть салон как-то выглядит невзрачно как будто это такой знаете мега сырущий конверт блокировочку даже без нее а контур на низкой скоростях это самое то когда набираешь какую-то определенную скорость выключается блокировка а чё так далеко встал там так время давайте на днерку пока поставим по пастернаку все я остатки все убрал все увез пастернак слова пастернак больше не будет звучать у нас на видосы сейчас нам нужно чё дальше удобрять наверное известь потому что принципе спасат ну там с посадка чё у нас вот два месяца на а подожди нам нужно сейчас что-то делать вот именно сейчас основная задача это вот салон салону я хочу именно подбирать жизни салон вот если бы из этого скрипта на и вот эти вот коробки просто было бы это вот сама часть плане прогрева и была на реализована как-то получше они просто и прогрева все где там постоянно одну и ту же температуру поддерживать тогда почему можно оставить а вся вот эта работа коробки вот это все это и я чё-то разницы не заметил но и плюс смотрите на стрелу видите и теперь включите предыдущее видео посмотрите как она там двигается мне сразу не понравилось то что стрела как-то просто ужасно двигается так и таком с травой да это тяжело отбудет еще аджеси бишка может блин какой же какая же удача то что на старте карьеры полин хотя по моему на малиновке тоже джи фронтовой этот телескоп был вроде так это у нас трава да траву тогда так мало блин главный часа у вас а у нас будет нефтьюках уже брина я помню каприз еще опять арендовал да да опять арендовал я же хотел нет нет арендовать будем кир кир и так а там чё получается можно будет попробовать на самом деле следуя за мной можно наконец-таки пинку попробовать если пинка себя хорошо покажет но спинка я не смогу то есть саму пинку я не смогу подцепить кир вроде как посмотрим это у нас уже сена да так а у коров да ладно уже 15 минут прошу что это быть так а я на 10 минут поставил сохранение так и то есть и то есть нормально но потом мы их будем сюда перетаскивать получается в закрытый уже коровник за зиму они наверное уже подрастут нормально будут и я хрен знает есть смысл потом перегонять подожди а в этом коровнике а молоко тоже ездят вот помню был скрипт который как бы добавлять возможность коровам есть то что у них пастбищу эту траву и она считается тоже как трава в кружки не знаю тут он будет не будет работать не достал вот еще один неоспоримый плюс телескопа хоп и упёрт так аккуратненько надо плюс сюда еще выдуватель потом притащить доновские тюки я наверное больше делать не буду потому что ну блин потом где их использовать а пирога вырубился точнее где таки не нашел более-менее адекватного есть конечно один аппарат я даже по мне удалил еще в принципе неплохо подходит вот этот по моему такая же версия только хозяин есть скорее всего просто перекраска очередная есть вот такой аппарат притащил поставил сюда где-то по-моему идеи с этой стороны или с этой он вот тут залез включил все жалко что его щиток ли мне надо заправлять было вообще круто так остался один тюк ну попробуем тогда с этим подожди кирта блин он это у него же труба то не такая высокая он наверно в пимку не сможет кидать скорее сюда он не сможет но это надо трактор с передним волн или дух и пешкой задним ходом через такой фигню это блин вообще я не знаю издевательства ну там соломы не то чтобы много можно даже не пимку например можно взять какую-нибудь bts q блин вот тот прицеп который который как раз таки удалил сейчас бы хорошо бы подошел у него там бункер как раз есть который позволяет именно в заднюю часть кидать так телескоп пока наверно тут оставим в принципе чуем быть смотрим тогда прицеп а тут же по-моему был ну блин вот смотри высота 25 кубов ну хотя если вот так вот борта оставить если вот так куда он уже точно не сможет кидать это прям вообще ну как питать 45 кубов ну 45 кубов солома наверно сможет вместить 46 ни хрена себе 30 а тут получается борта можно открывать да а а будет ли он кидать так не попробуешь не узнаешь а вот как можно сделать подожди так получается да блин сколько тут конфигурации так 24 получается 32 на только проявить с какой стороны то есть если мы будем есть а ну вот как раз этой стороны и поставим так цвет только поменять пожалуйста цвет а это цвет этого красный от огня пусть это будет как обычно цвета рамы цвет декаль пусть будет такой цвет оба конечно же темный колеса давай попробуем попробуем эти так подожди вот нормалек так но его цеплять наверное если только к хтз хи а пимку получается уже к мтз шки я не знаю не факт что получится по высоте именно сейчас кто с этим работал уже конечно ответ знают уже уже взлятся наверно так а какую я уже и забыл какую брать ты и свечкой блин фуражер по твой удалитель еще даже я вот не помню какой надо брать фуражер уражер фураж наверно вот этот вот так тут света тут для менять ничего не буду только лишь другие поставлю вот такие но птикали дополнительный свет не надо ничего не надо хотя хочется узнать в зеленый покрасить его и колеса перекрасить тоже вот нормалек 75 к бы вот как раз к мтз шки идеально подходит так где у нас паза да тоже сбросил там же еще калиновка кстати обновился я зашел там в принципе участок мой продался получается чё там еще участок где база получается он как снова участком стал там получается вспаха на все было лес опять заспалнился но фпс стал хорошие это я подтверждаю рядом получается напротив базы появился в лесу участок такой закрытый там уже или там лесопилку поставить свою еще чуть-чуть а больше ничего не придет вам что фпс на суши у нее такая высота он наверное из закрытый с высоким бортами бы смог ну наверное более надо было на с другой стороны поставить потому что здесь вон редуктор все вот этот фигня блин ладно попробуем я все никак не могу блин определиться где и как тут чувствовать тут так все постройки так расположен что я не знаю не могу какого-то уголка найти чтобы все это складировать как-то все получается раскидывали там алтайца продавать не буду в принципе нам еще приводится мне кажется его основной конек это что-то наверно прицепное таскать они навесное но наверно весной тоже может так подожди а может я смогу так проехать тут же по мост есть вот в этой части можно принципе вот так вот прокатиться и полту ли вот тут мосту ли вот тут мост и у здесь уже выехать давайте попробуем так время 11 давай давай погнали чем с повышенной техники уже не надо нам надо что получается солому собрать продать то поле 1 и купить 6 она конечно с говяной землей поэтому ему тоже там кукурузу соберем и все лесопилку в крайне случае поставим это в кредит и будет лесопилка кредит так сказать отбивать примерно я уже знаю где поставлю где 8 поле я в тех местах конечно еще не был уверен там наверное земля хорошая ну и деревьев тоже достаточно так 18 минут в принципе нормально вот в этой части я еще не раз не болит тут наверное игрушки есть вода за кадром я их еще ни разу не собирал учета пешком туда идти неохота давайте доедем и таки нет ни одной игрушки не нашел который как бы это коллекцию завершает ну по-моему она как раз таки должна быть последней незамесенность того как она выглядит по-моему она сейчас не перевернуться знакомая церквушка он где-то я уже видел она помна каких только картах и было силосник по-моему силосник да значит еще четыре тучи у нас внутри есть что-нибудь смотрел очень на предмет того так сказать что было на малиновке пока я не видел ничего подобного ваим ты зашкотини надо было вам отключить сейчас отключим так нормально то как ты через треугольник он немножко странно смотрится можно было в теории просто поставить ему ограничения в повороте еще вчера скачал тюкапресс 180 от юсср моддинг там было в описании указано что он может менять размер от 125 до 180 а по итогу он делает только 150 ну я конечно не старок не стал проверять как он работает в принципе удалил а стоял тот тюкапресс который с паком идет ксушка трактор бизон может еще в будущем пригодятся так а вот и мост странно что он на карте не помечен это такой стиль как в етеске да скрытые дороги в етеску так и не заходил вчера столько всяких модов иностранцы выкладывали в честь рождества но большинство в принципе мне не особо зашли да и не особо нужны зачем этот дом вообще нужен я понимаю если вы рядом с этим домом во сколько там ну ночью где-то орал бы этот медведь вот задел или кто там орет то на ничьей на земле так мне надо получается встать вот так вот дэн да поехали блин надеюсь ширины то хватит ну косяки будут конечно без них никак так хтз тоже просто сброшу тогда или мой дата так то этим че ну ничего прогревать не надо селу поехал заправить бы лучше конечно ну наверно пол бака этого хватит вот че типа такой ктз вышло только кабина другая морда покороче и 236 по моему там был двигатель но выглядела она конечно неплохо немножко так неплохо но по всему остальному просто ужасно там приборка по моему другая была что-то еще было другое плюс она по-моему весила стул 24 мегабайт там никакого тюнга практически не было в общем можете скачать на свой страх и риск так пимка ну просто не знаю что то это пимка у меня уже просто мёрзвым грузом ну просто у этой пимки по моему еще лесная конфигурация есть отдельно ну вот можно в принципе подключить хотя сейчас вот это зачем конечно стучать будет об эту вот навеску ладно подключим а да мне вот интересно у него чё это зеркала тоже зеркала а это сидушка а это чё у нас а это тоже зеркало а блин значит борта у нее не открывается да может на n нет ну хотя тут никакой гидравлики нету у другой пимки гидравлика было по бокам поэтому она наверное открывалась здесь наверное может открывается может что-то я не то нажимаю как всегда блин тени на ультра поставил теперь как-то в кабине еще круче ездить прям приятно тени так переливается красиво ну я не пробовал кстати с отключением длс потому что на тени же тоже эта фигня есть мыло это очередное ну главное что карта более-менее везде практически держит 75 кадров это уже хорошо не как до этого были может дело тоже в лесе было еще чуть вообще без понятия потому что калиновский автор же сказал что получается провел оптимизацию леса еще чего-то там наверное и все нормально все стало базу то я в принципе все сделал все как обычно единственное то лес опять заспаунился но зато появился участок рядом пустой можно в принципе ну я не знаю продать лесопилку и туда ее поставишь ну там я так понял можно полноценно вторую базу сделать потому что участок большой там можно не то что базу там можно парочку производства же вот или конкретно листую хотя лесопилка там рядом есть если бы ту лесопилку можно было просто продать как объект хотя бы просто лесопилку сама они вот эти вот производства полет так ну чё сейчас попробуем с левой стороны получается я еще не пробовал контр-ф потом контр влево так но я пока слезу тогда и попробуем через мтз шку шифт контр и вперед нехороший так труба ну я надеюсь я то сейчас бы блин чё не работает его мне подключил так опустил да ну да походу я не то скачал ой точнее арендовал ладно ты тогда кури тогда это тогда мы вот так просто кир да мне надо получается фуражер взять так берем тогда фуражер ну кто же знал блин это ботворец к получается на чё у всего ботвы убирает не знал что у этой конфигурации ботворец к еще есть так тогда тебя покрасим вот в такой цвет нет нафиг лучше в зеленый так и колеса тоже так вот так какие тут еще есть лучше такие декаль тут можно поменять барабанов барабан такие же да блин как она с таким барабаном вообще подбирает тем более тут вон такая ну хотя наверно ну ладно инженеры тогда в те времена знали что делали так не 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 ну так быстрее будет уж чем обратно опять ехать в идеале можно было бы конечно взять что нибудь другое точнее для начала скачать потому что стандарт это силосники не из дешевых оп не вам не надо да и электричество в принципе не особо так у меня тут где-то мойка была где-то вон там в принципе местечко самое то надо помыть трактор то уже хуй так грязно стало я бы сполоснул немного тут кстати тоже на базе есть трава которая никак не удаляется хоть ты землю подниму если землю поднять она исчезнет конечно то что земля ее запроет а так ее ничем не убирает так что хотелось бы чтобы автор вот эту фигню убрал ну ты добавил возможность эту траву убирать так сполоснем тебя хотя сейчас можно было бы тут наверно компрессор просто поставить но его надо ставить где-то подальше он все равно копейки стоит поэтому давайте поставим так может с этой стороны хотя наверно будет триггер срабатывать наверно лучше тут вот так вот хоп вот так вот фильтр раз два ой фильтр радиатор почистил и нормально а я думал у нее несколько положений ладно погнали место на этой базе конечно а блин зря я его сбросил из-за этого видите подожди а если технику не сбросить вот так вот сделать так где это а нет то же самое это надо уже перезаходить в игру зараза вот эта фигня еще с 19 фермы и так и не пофиксили никак странно что ну может быть конечно об этом разработчикам говорили но наверное они просто забили на это дело ну то есть когда у тебя техника уборочная стоит на базе ой на поле ты ее сбрасываешь и вот этот вот круглышок с урожаем также остается в этом положении единственное решение это перезайти но мечет неохота перезаходить надо было наверное этот убрать треугольник поставить навеску просто так что то я про трафик то и забыл на трафику рубить в принципе сейчас то он не мешает нескольки в идеале надо еще и третье зеркало ставить но не знаю пока нет желания в принципе и двух хватает я в зеркала то тут толком не смотрю если бы они тут как gts-ки были еще ладно что-то странно я точно его включил а то что-то никого нету блять немножко подальше микрофон уберу все равно далеко выводит нормально ну как далеко если вот так вот начать говорить уже все уже хуже слышно будет а где трафик то странно о как тянется коптит то как хорошо блин а вот преследует а вот преследует так сразу раскладываем хотя бы надо за сегодняшнюю серию один прицеп забить чтобы это все заработало через follow me блин как мне вот эти вот улыбнулись прям шикарно смотрится обычно на польских картах тоже такие веб через всю карту идут но они такие металлические стандартные как это как елочка а тут прям блин красота красивая так стоять труба о о пошла жара подожди а ты заведен и стоишь контр-ф хоп так он далеко будет кидать интересно не уже не кидает она немножко поближе тогда ой а ты куда там кидаешь ты давай еще ближе да елки-палки еще ближе давай наверное и чуть-чуть поближе вот так вот ну давай еще поближе нет надо еще поближе ко мне получается блин ну опять куда-то кидает в центр блин то есть не в центр а в начало какой-то прицеп у меня был уже такой который так делал блин надо было брать чтобы он с другой а может попробовать его с другой стороны потом поставить блин мне кажется да я неправильных этой значку поставил мне кажется в жизни она как раз таки справа потому что она и сама поворачивается вправо да скорее всего так оно и должно быть красота так ширины вроде бы хватает так фпс очень ну ка не шали так чтоб нам сейчас столб не врезался шумка то какая хорошая ничего не слышно там сзади аж ну просто тюки делать это тоже уже не то блин что ж ты кидаешь вообще не туда куда надо а я видел какие то еще вот эти вот джон диры но они такие невзрачные были был какой то еще по моему на официальном сайте что-то было то ли крон то ли еще что-то 2 было вид потингер и пом джон дир в столб ты там не врежешься ничего но это наверное из-за работника так фпс садит я вот и уже замечал я когда свеклу убирал тем получается стандартным комбайном когда ездил и работничек он много тупил особенно когда начинал двигаться видимо там искусственный интеллект ему помогает подкупливать не ну вот это вот не делаю вот это я не знаю это чей косяк это косяк прицепа или косяк хиры то что он кидает вообще вот это в начало а что такое вот нормалек а то я забыл совсем про этот скрипт а этот скрипт это просто идеальный вариант кто играет в соул в мультиплее это вообще без проблем едет рядом с тобой и все так ощущение что она дает наверное из-за рея скриптов хватает лошадей точнее мощности там же когда куча большая и ты еще в гору то получается это все тоже давит и скорость теряется если бы тут был бы наверное не гс-12 а какой-нибудь джон дир с 12 метров жатко он будет наверное со скоростью 5-6 км в час бы ехал но это опять таки зависит от того сколько сам кир потребляет может он не 75к был просто да нет вот это хреново я наверное другую пинку скачаю стандартного от ЮССР от Миши и Гурсу короче ЮССР, ЮССР блин надо хоть еще не говорю от американца блин то бы точно я бы наверное обиделся ну просто у него по-моему там во-первых в заповеденности не прописано что очень хорошо тоже да и моделька ничем не хуже там правда по-моему две конфигурации всего и три по-моему получается вот без этих вот дополнительных бортов и для тюков и с бортами уже и борта плюс открывается еще раз-за-раза так ну почти полный кстати 35 минут на прос я конечно не знаю в жизни киром соломы подбирают не подбирают но мне захотелось так потому что кир это реально доступная вещь на данном этапе развития нашей фирмы так скажем ну значит его надо купить если а подожди с той пимкой то наверно так не получится есть только порта маленький стоит так пишите а кстати превьюка самая то вот как пить дать воды конечно же а че такая высота то большая только еще что там из воздуха подбирает иначе поднять хотя не обязательно прямой мтз вместе с этим сфоткать вы подожди а ну то он а это наверное это я тут немножко ступанул треугольник то надо было немножко опустить но тут надо было наверно не треугольник кстати а просто такую так это выруби пожалуйста ну в принципе так по высоте уже нормально мне кажется он еще ниже должен опускаться блин пимку может купить все таки в принципе стоит недорого я просто хочу попробовать именно ну ладно не будем пока покупать сейчас если время останется попробовать с другой стороны поставить хтз там же был еще один прицеп тоже сиусный вариант он по-моему так много не вмещает 32 тысячи получается за две проходки в принципе тоже неплохо ну это по сути сколько 3-4 тюка наверное ехать конечно далеко блин ну не знаю главное чтоб сейчас салон принимал все это делать то скажешь покупай-ка участок тогда будем блин тогда будет разговор так полный привод нам сейчас не нужен тем более по-моему тут постоянно я так понял так вроде бы ну-ка сейчас проверим элементарный тест оп а ну получается тут наверное распределение идет 80 наверное на передок а 20 на задок ну не знаю как тут автор прописал так полный привод по сути тут есть но он такой мошка да полный привод включая уже получается распределение идет 50 50 но это надо опять стоп врезаться ххе так а как мне быстрее вообще до ай чё за белые точки такие а это наверное прицепное что-то они по-моему раньше они так не отображались Как-то они по-другому выглядели. Блин, в теории этот прицеп, наверное, даже МТЗ-шка мог бы таскать. Не обязательно тут напрягать. Можно было даже тот вот маленький трактор, но у него весу больно мало. Хоть считай, сам прицеп сколько весит. Ему по-любому надо противовес. Ну и ставить уже 75 хабын, наверное. Тогда нужно будет тянуть. Тут вот мне тоже немного не нравится то, что постоянно ловить на этой ТЗ-шку. Да успеет, подождет. Блин, из этого ПДА теперь немножко неудобно. А сколько у меня стоит? 35? Что, 30 что ли стоит? Да, не, руль такой же. Впечатление, что вообще не на что не влияет. Ай, блин, теперь не видно, а то с какой стороны ехать-то. Здесь прописать управление свободным рулением, как у кировца, тогда вообще зашелись будет. Что-то я вообще неправильно ехал, надо было по прямой ехать. Вот, кстати, заметил производство. Я так понял, там у нас смесь, всякая фигня. Но он стоит 4 ляло, поэтому нет. Можно, в принципе, на кабазике еще тоже салон повозить. Да что тебе? Опять воздухом хватался. О, воздух пошел. Так, вон подключил. Фу, слава богу. И потом не будет выгружать. Так, вот можно, в принципе, хорошую превьюху сделать как раз. Что там, порта открыл? Так, порта открыл. И, кстати, выгружать довольно-таки быстро. Эй, блин. Немножко местность неподходящая. Ну ладно, если что, пустым сфотканем. Мне вот интересно, какая тут вместимость. По-моему, этот сарай немножко меньше, чем на Малиновке. Поэтому, наверное, не миллион будет смещать, наверное, 500 тысяч. Ну даже 500 тысяч, это уже хорошо. Ага, халявный навоз. Кстати, я тут по базе толком даже ничего не смотрел еще. Вот кто уже эту карту играет? Скажите, когда выливаешь сюда жидкий навоз, уровень вот этой вот текстурки поднимается или он остается на прежнем уровне? Напишите. Мне прямо интересно. Так, еще навоз. Тут можно, наверное, технику оставлять. В крайнем случае, можно просто удалить, поставить свое. Здесь, наверное, будем уже взрослых выгуливать. Не, ну, слушай, место прям вообще до хрена. Так, что, наверное, попробуем еще один рейс, да, хороший. 41 минуту, тем более. Ладно, еще за кадром сделаем. Ну, что, наверное, я не знаю. Ну, что, наверное, я не знаю. кто любит субнатику попробуйте я правда не помню назвать forever что-то там ну ладно сейчас скажу так она у меня получается в распакованном виде скачано такое счастье что можно не скачивать грёбаный вот эти вот рыбаки что потом целый час ждать пока не установится еще т.в. forever скинс скин скин скинс скинс по-моему так вот называется там достаточно в гугле набрать forever скинет и он сразу поймет тебе яндекс все это все сразу понимаю я смотрю сколько она стоит на платье ru 1600 я такой подумал я subnautic убрал за 400 рублей это по-моему этот subnautic как она ниже нуля она помню то ли 700 или 800 рублей ну subnautic я точно помню что за 400 рублей давным-давно когда еще на в разработке кстати было еще а супер я не знаю сколько на стиме стоит но на плате рона стоит 1600 где-то куда на хрена да я лучше предпиратку скачать но игра прикольная затянул у меня на 4 часа интерфейс там и сечу на русском так что в принципе можно торчать тем более на рутере там пишут какие игры с русским какие полностью какие это какие-то уехал скачал еще этот какой-то watch dogs легион так чисто попробовать это же одна из последних игр получается которую юбисофта полностью на русском смотрел вчера еще у брейна как брендит тот самый канал обзор ну как обзор просто видео по аватару в целом неплохая игра но очень напоминает конечно far cry единственное что им понравилось это вообще сама вот этот пандора далее красиво получилось так честно как сбросить чтобы он стоять 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 вот так ну давайте попробуем давай как еще через борта бушки дачки не дусь и прям рядом то наверно будет кидать да 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 не стой не стой не стой а получается я мог спокойно поставить такие борта видимо у него борта без коллизий по моему есть из коллизий то он не будет кидать вот то что он кидает опять на передок куда-то по-моему с какой-то птс к что-либо я помню это был на английской карте какой-то силосники цеплял силосник этот прицеп и труба у него буквально впередок смотрела и чуть ты повернешь в сторону все сразу перестает кидать когда более-менее накидает уже потихоньку вперед вперед уже начинает здесь ладно еще кидает но увидите постоянно на передок кидает он не перемещает а блин мне надо сейчас получается в обратную сторону сейчас я начну поворачивать это зашками и даст нормально так догоняй мне сегодня серия прям продуктивная получилась мне нравится так хочу в принципе давай сюда давай-давай немножко вперед протяни да скорее всего в жизни вот так вот и едут получать эти два аппарата не знаю это на видос но за яду у фермеры конечно же скажут как правильно и те которые все знают на те которые в реальности работают фермеры при мне так вон каубасе там сейчас оторвется на точнее него сам вот это крестовина так там еще крайне бренда наверно да 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 пику не буду скачивать другую в принципе эту можно использовать тут главное правильно строить этого следующего за мной вот думаю братьки pink вообще просто купить я кстати не помню там было в конфигурации именно вообще до перевозки тюков конфигурации что-то не разглядел но можно спокойно ставить с полностью с бортами это получается сколько там 46 кубов можно возить вот это уже неплохо кстати можно будет следующей серии я не знаю как глядя тратить на это дело в чисто экспериментах чек не хочется время идут тот трактор взять добавить ему еще два горшка противовес и вот эту пинку просто тот трактор сам весит две тонны всего и пинка сама скука весит так 47 мы все тогда сейчас последний перцеп добиваем едем и заканчиваем мне понравилось не знаю как вам а мне прям понравился так трогать что тут и на белом уста вот-вот видите я кучу большую с халу ну то есть он и ответил немножко затормозил потому что перерабатывать все это долго а вообще помню в туре в 19-18 ферме был какой-то тюка пресс который если или силосник на котором если слишком быстро гнать у нее там что-то там забивается и он перестает нормально работать зараза так ты давай-ка поближе подъезжай такую кучу нельзя прыгать ну вы поняли вообще замечательно так так кстати хочу еще взять этот корма смеситель они конечно дорогие тут были именно наши темирзианов по моему фамилия 102 и чисто не тюки возить на летний полигон а вот так вот в прицепе возить ну не саму солома именно сена с этим же прицепом тоже можно этой кормушке кругу подъехать и высыпать по кругу чем например про телескопы тупой через полкарты тащить тюк вот тут наверно еще прицепа 23 на и может даже 4 вы ну блин согласитесь это экономия времени просто колоссально считай про эти сделать у ки погрузи привези выгрузи блин это же столько работы так капец просто так прежде чем как закончим точнее не закончим а поедем надо взять пинку что-то мне прям понравилось ту пинку я скачивать не буду так максимальная конфигурация 46 кубов главное чтобы кидал есть не будут кидать то это будет покупка зря декали 9 тонн написано 14 давай на 10 цвет конечно же меняем этот цвет мне вообще не нравится цвет обода можно чуть да нет цвет рамы чушь так это тоже темненькая ну да ровно ляма выходит в принципе можно теперь самому именно вот таким вот образом делать то есть хранить осталось только выяснить на сколько-то хранилище вместимостью если она на миллион то это замечательно если 500 тысяч тоже не плохо судя по размерам она наверно 500 тысяч потом получается это поле продаем ждем когда с кукурузой на я уже могу фигарить надо тогда получается блин ну там надо будет уже колес на силу с них брать может к иску кс к 100 скачая посмотрим или чуть другое не жду к а тот силосник который на 3 метра тоже от коне хочет уж совсем издевательства но он до кукурузы принципе у нас еще времени полно нам нужно сейчас еще удобрить известью сейву арендовать зафигарить туда семена удобрения и зная базе на базе есть нету семена вот быть там по удобрения только жидкие или муж такие тоже были и зафигарить туда пшеницу а на следующий год уже может спокойно спахать сейчас пахать нибудь может даже не буду пахать а этим глубокорых летелям тоже все это дело это из-за того что этот алтайц не потянул еще чуть-чуть то что времени много уйдет просто что-то захотелось и все тем более зимы о игрушка очагайся прямо здесь это где а вот хочу не берется алё игрушку отдай собака хочу игрушки не берет так это он отчургается на какой-то характер у нее не берет из то что карта что речи но смысле мини карт просто ответе в фаде ничего не появляется я могу наоборот скрыть даже ну ладно если будем заперем возле базы блин игрушка все короче едем выгружаем и заканчиваем ох нифига себе паренуха т.жка конечно покушать любит бак же получается вот сзади он наверно на литров так я помню а нет правильно поехал или неправильно с этой мини карты теперь я нихрена не пойму куда еду да я неправильно пойму снизу поедем так теперь получается мы будем возить не 31 не 32 куба а 46 уже это уже значительно больше тебе тоже на 8 они это просто это или у него работали поворотники тебе куда не включать а походу не все машины включать поворотники наверно отсюда можно повернуть это получается через этот штук прям или тут как-то странно сделаю дорога тут не очень так надо задом заехать и вот тут как раз таки а потом за кадром превьюшку и сделаю как раз и тени и свет и сзади хороший видите бог эти тюки кстати кучки я частенько встречал на польских картах чуть-чуть подальше а у нее даже вон анимации этих подножек есть все выгружай тут же можно вот так вот сделать хоба и такой вот голеньких и т.з. получается экстрим версия блин так можно в принципе и сейчас сделать вам я так пойдем на 540 лошадей лошадей на этих оборотов конечно больно часто у нас начало хоть и зэха появляться на превьюха но учитывая чем она занимается это хоть и зэшка в принципе можно вот опять челчок холодильник то ли включился то ли выключился и челчок ну такой прямо стерео режим и не как там были дверь закрой ну тут же получается этот скользящий пол может поэтому так медленно выгружает и закроет ну все как то так блин вроде только в аренду взял уже краска всякую от слезу полет как так красит блин ну все на этом моменте давайте заканчивать поэтому всем спасибо за просмотр лайки дизлайки комментарии рекомендации все такое и всем пока с наступающим еще до с новым годом и может быть все такое всем пока